всем привет сегодня хочу рассказать как я буду делать схождение передних колес на своей honda civic поменял я амортизаторы то есть стойки амортизаторные и стал замечать вернее заметил уже немножко поздновато что у меня на правом колесе если вот нарисовать вот так вот чтобы понятно было вот колесо здесь ось немножко неровно нарисовал ну а не главное показать и у меня стало съедать если вот колесо в разрезе посмотреть то есть стала съедать вот эту сторону наружную сторону то есть рисунок стал намного меньше и сидеть вот глубина 2 миллиметра там полтора миллиметра то с этой стороны там вообще мизер 0 5 миллиметра ну естественно раз вот эту сторону живет она с этой стороны также так вот значит первое что пришло в голову надо посмотреть схождение потому что развал подвесках макферсон устанавливая установлен то есть он установлен и не меняется а вот схождение может быть разным и еще плюс к ко всему я заметил что когда я менял стойки например на тойотах на других автомобилях стойка она просто сама по себе а здесь на honda вот если взять стойку вот так схематично и нарисую здесь вот крепление к ступице вот она и сама вот она стойка 10 ступица крепится колесо естественно и здесь на стойке именно на honda civic я не знаю можно на других отдых тоже так же но то моих он лиц или есть на самой стойке вот так вот приварен встроен рычаг к этому рычагу прикручивается поворотной тяги так это вот регулировочной гайки то сама тяга и рулевую рейку то есть когда я поменял стойки а стойки были не родные но они там какие-то другой фирмы получается что вот этот рычаг ушел этот утрированно нарисую больше конечно опять же там незаметность была заметная конечно сразу заметил ушел предположим на 2 на 3 миллиметра а если он ушел здесь на 2 3 миллиметра то здесь он повернулся ну еще больше так будем говорить короче мне нужно открутить вот эту вот стойку выставить все автомобиль по меткам я буду регулировать при помощи шнуров выставить вот этот рычаг открутить гайку вот эту контрагайку открутить и потом при помощи ключа здесь тоже шестигранники на самом рычаге при помощи ключа поворачивать в эту сторону или в эту сторону то есть по часовой против часовой и вот этот вот рычаг двигать его либо опять же говорю в эту сторону если будем выворачивать он будет двигаться наружу если будем заворачивать он будет двигаться вовнутрь вовнутрь кузова автомобиля как я это буду делать ну то есть саму технику как я буду двигать рычаг я сейчас рассказал а теперь как мне вот это все правильно выставить я ни разу не делал схождения так где-то читала где-то смотрел вот и для себя например решил так я буду действовать таким образом вот схематично рисую автомобиль вид сверху будем так говорить стараться сильно не буду вот они сами колеса будем считать что это передние колеса и вот задние колеса задние колеса регулируется только развал ну конкретно у меня на автомобиле то есть схождение что вот она ось автомобильная центральная будем так говорить и относительно этой оси все четыре колеса должны стоять ну в идеале ровно сейчас многие скажут что задние колеса между расстояние между осями задних колес меньше чем расстояние между осями передних колес то есть у каждого автомобиля немножко по-своему я сейчас рисую не для того чтобы там показать где больше где меньше расстояние я показываю вот это вот соосность то есть что задние колеса должны ехать или катиться во время движения параллельно строго вот этой центральной оси что передние колеса правда существует такая теория я не вдавался в подробности что если машина переднеприводные будем считать это передний привод за перед в автомобиле вот это зад в автомобиле у меня машины переднеприводные что колеса должны быть немножко отрегулированы как бы вот так наружу вот это расстояние это расстояние то есть разница задней части колеса от передней части там один от 1 до 0 5 миллиметров но существует такая теория попробую я конечно так выставить не знаю что у меня получится вот как я это буду делать я ставлю автомобиль гараже натягиваю шнур относительно заднего колеса вымеряю его вот это вот расстояние чтобы было например шнур будет от колеса на 30 миллиметров чтобы здесь было 30 миллиметров и здесь было 30 миллиметров вымерю потом устанавливаю рулевое колесо у меня спицы находится ну вот так вот неровно не если вот эти спицы рулевого колеса должны быть ну хотя бы мало мало как говорится перпендикулярно этой центральной оси выставляю рулевое колесо чтобы она у меня стояла ровно то есть вот эти спицы не помню три спицы сейчас не помню до помню три спицы постараюсь чтобы они ровно и начинаю мерить расстояние от диска передней части и задней части диска колеса да кстати вот это вот это вот шнур или нитка она должна если мы колесо вот так вот возьмем она даже центр колеса вот этого круга нужно желательно быть и как можно точнее по центру здесь по кругу для чего проведу я здесь у меня вот это расстояние которые регулировочные то есть туда-сюда она просто будет короче если мы например натянем в самом низу шнур можно конечно натянуть то у меня всего лишь будет одна точка и относительно чего я буду регулировать поэтому самое большое расстояние это диаметр вот этого круга ну то есть по центру колеса этот шнур это опять же вид сверху я натягиваю по центру колеса давайте еще раз нарисую а то вот эти вот вот эти вот мы подрисовки из и рассуждение вот это все немножко как бы сбивать опять рисую схематично вид сверху автомобиль передние колеса задние колеса рулевая колонка или рулевое колесо спицы выставляю ровно то есть ровно подносить по отношению к чему по отношению то есть 90 градусов по отношению к центральной оси нашего автомобиля почему я подчеркиваю центральную ось потому что вот кузов может быть и в эту сторону параллелограмм в эту сторону параллелограмм ну как угодно то есть искривленный там дизайнер как нарисую продолжаем натягиваем шнур вдоль автомобиля относительно заднего колеса вымеряем чтобы расстояние от передней части диска до задней части диска было одинаковым к примеру 30 миллиметров внутри сантиметра сам шнур натягивается относительно колеса если колесо брать вот вид отсюда сбоку по центру иначе то есть мы когда уже выставили и начинаем замерять расстояние где от передней части переднего диска до задней части вот если вы например вот это расстояние от передней части меньше чем расстояние от задней части значит колесо вывернуто наружу если расстояние передней части больше чем расстояние от задней части до шнура до нашего до нитки значит колесо повернуто вовнутрь вымерили все выставили рулевые тяги открутили как я перед этим показывал колесо это выставили чтобы расстояние было одинаково или хотя бы вот здесь вот на один миллиметр меньше впереди точно так же натягиваем с этой стороны шнур и вымеряем а куда натягиваем во первых проконтролируем вот этот замер сделаем от шнура до шнура чтобы он был одинаковый я не знаю сколько там автомобиль метр там чем-то или или два метра нет два метра нету и естественно проконтролируем по заднему колесу хотя вот если вот здесь вот будут расстояние одинаковое заднее колесо уже нам не надо но я на всякий случай проконтролирую теперь опять измеряем вот эти расстояния и смотрим куда нам нужно повернуть уже при помощи вот опять же вот этих рулевых тяг повернуть передние колено переднее левое колесо то есть правая уже сделал повернуть переднее лево ну сейчас я практически покажу как это будет выглядеть в гараже вот смотрим вот мой автомобиль стоит о чем я уже говорил делаю приспособу натянул нитку то есть вот так вдоль натянул чтоб она была примерно посредине постарался по точнее как я уже и говорил заднее колесо я считаю что стоит у меня в створе так как она его не жрет ну я его делал то есть на схождение она ровно теперь я постараюсь натянуть нитку чтобы вот от этой части диска и вот до этой части диска было миллиметра в миллиметр она проходила и потом ну вот вот эту черненькую ниточку вот она черную плохо видно но нет у меня белой вот она нитка натяну чтобы она проходила на определенном расстоянии он например 3 сантиметра от диска чтобы здесь и здесь было абсолютно ровно и посмотрю выставлю руль ровно вот как сейчас он у меня стоит и посмотрю насколько у меня эта часть диска переднего то есть задняя часть и передняя часть насколько она уходит ну и конечно потом постараюсь при помощи рулевых тяг открутить и выровнять как мне нужно ну точно не знаю если честно знаю единственное что при том что если передний привод передний привод то развод вернее схождение должно быть не вовнутрь как на заднем а немножко наружу ну примерно сделаю пол миллиметра грубо говоря чтобы передняя часть была сюда или нами на миллиметр чуть 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 наружу выступала но потом то же самое проделаю с левой стороной это у меня правая сторона где тут у меня у тебя уже примерно мерил здесь у даже начертил вот она линия на эту линию хорошо что у меня фанеры отделом отдела на ворота еще надо просулить значит что я сделал я сделал конструкцию при помощи которой вот эту нитку и и конечно может быть плохо видно вот она нитка вот она черная нитка я ее вижу чтобы расстояние от переднего края обода заднего колеса до заднего края обода было одинаково сейчас покажу это так же как я показывал на схеме то есть я взял штангель вот так вот раз касание и с этой стороны хоп такое же касание ну разница может быть в пол миллиметра это из-за того что из-за погрешности скорее всего от этого обода теперь идем на передние колеса и меряю час руль стоит ровно руль стоит ровно меряю здесь расстояние до нитки касание у меня получается 6,7 а 6 сантиметров и 7 миллиметров а с этой стороны развернут обод сейчас я вам скажу с этой стороны обод развернут 7,7 сантиметров и почти 8 миллиметров то есть на 1 на 11 миллиметров колесо у меня повернуто ну как же она не будет резину жрать правильно я стараюсь рулем выровнять чтобы это колесо ровно шло или например чтобы то ровно шло с той стороны а это у меня скребет вот она и съедает резину а приспособу я сделал вот такую то есть вот сюда прикрутил выше ниже выровнял при помощи самореза и с другой стороны у меня стела деревянный стоял тоже при помощи самореза выровнял а случилось у меня все из-за того что я поменял как я уже говорил стойки амортизатора то есть амортизаторы на стойках амортизатора на хонде рычаги поэтому меня все сдвинулось попробую не снимаю колеса отпустить тяги для этого сейчас выверну руль выворачиваю руль вот так вот так апачки так руль вывернул ну-ка долезу я видите тяга тяга вот она тяга плохо видно и сзади на ней болты мне нужно мне нужно открутить вот эту вот гайку вот эту гайку открутить а потом тягу повернуть ключ здесь так замеряем как всегда не хватает не хватает третьей руки для замера черном гайка на 24 установил камеру наконец сейчас попробую открутить вот эту гайку на 24 миллиметра шестигранник который ах ты тяжко хотя уже отворачивал ее неделю назад придется какой-то усилитель брать еще раз целюсь взял ключ торцовый опа открутил смотрите потихонечку откручиваем потому что быстро не получится и открутить надо достаточно далеко почему потому что целый сантиметр представляете затягивать надо затягивать меньше надо потому что тут рычаг все равно достаточно много открутил я там достаточно теперь надо выставить опять колесо ровно тут же ведь еще проблема какая мне надо чтоб рулевое колесо более менее ровно было тоже так поставил поставил будем мерить еще раз перемеряю сзади вот видите здесь и здесь одинаково теперь смотрю на рулевое колесо пошевелил его ровно стоит меряю теперь здесь 7 9 здесь 7 и 2 с половиной получается 6 миллиметров надо вот эту часть выдвинуть сюда для этого мне надо затянуть затянуть тягу то есть тягу вкрутить в рычаг продолжаю крутить продолжаю крутить вот эту тягу вот здесь широкую часть здесь ключ на 19 продолжаю вкручивать значит вкручиваю ее чтобы вот это колесо ну если вот так сверху посмотреть вот так сверху посмотреть здесь расстояние больше здесь меньше я вкручиваю чтобы колесо подвинулась туда вкручиваю и постоянно контролирую то есть там у меня даже уже мало места осталось для для того чтобы втягивать ну как-то рулем буду действовать таким способом конечно лучше бы было иметь какую-то подставку какую-то подставку сюда чтобы колесо легко вращалась а так она под весом машины под силой трения плохо идет тем не менее посмотрите все таки колесо вывернул вот эта часть ушла вовнутрь это наружу и у меня в общей сложности получилось 7 целых и 68 7 7 сантиметров 76 миллиметров и 8 соток то есть вот смотрите мере удобно но придется показывать вот раз коснулась здесь здесь расстояние немножко больше это на пол миллиметра то есть колесо как я и хотел что передняя часть на пол миллиметра выступала сюда вот теперь я его заворачиваю я имею ввиду тягу и перехожу на следующее колесо теперь рулевую тягу надо затянуть снизу затягивать не представляется возможным два ключа поэтому я верхний ключ ставлю вот здесь вот вот так вот видите вот так вот и попрошу свою жену супругу чтобы она придержала так лариса сверху держит я сейчас попытаюсь подтянуть неудобно опять же колесо упри там на что-нибудь если не получается вот так так переехать я разворачиваю нитку обязательно так снимаю ее так нарисовал вдоль колес вот такие линии чтобы сейчас когда выезжать другая сторона стала примерно в этом же месте и здесь вот нарисовал видите и и не не машину перегнал перед тем как натягивать веревку я отпускаю эту гайку на 24 до этого отпускал уже присохшие не пришелся рычаг надо все равно какой-то все-таки надо рычаг пошла родимая гаечка пошла до конца открутил вот эти рычаги видите они находятся на стойках у honda я уже показывал на схеме и поэтому когда меняешь саму стойку рычаг если чуть-чуть там туда-сюда производители там миллиметра два в сторону и все и схождение меняется до конца отпускаем теперь выравниваем колесо и натягиваем веревку сначала с той стороны потом с этой все поправила я второе колесо то есть другой как машину перегнал а почему перегнал просто думал что у меня с той стороны мало места в гараже вот с этой вот и поэтому перегнал можно было не перегонять можно было сразу две два шнура натянуть короче пришлось еще раз натягивать шнур вымерять здесь расстояние ну и здесь натягивать шнур все я делал относительно заднего колеса я уже говорил про это задние колеса у меня ровно стоят то есть выставил идеально шнур чтобы расстояние от передней части диска до задней вот передняя часть диска и задняя часть диска и расстояние до шнура было ну в пределах полмиллиметра потому что точнее сложно попасть но мне где-то так и есть и с той стороны точно также той стороны автомобиля то есть вот с этой вот стороны сначала выставил я правую сторону потом перегнал автомобиль и выставил вот эту вот левую сторону я считаю сделал нормально как я уже перед этим показывал контргайку отворачиваю тягу вворачиваю сейчас я думаю должно быть все нормально правда заметил поздно маленько подожрала колеса хотя колесам уже больше семи лет их может быть даже можно было бы уже и поменять вот есть еще вариант переставить задние колеса они не такие сожженные на передние а передние на задние еще поедет сезон время покажет машина грязная конечно не обращайте внимание никогда вот честное слово никогда чуть не обещаю помыть все тем пока первый раз жизни в гараже без оборудования специального только использовал штангель циркуль использовал набор вот таких вот ключей ну и использовал в голову свою я думаю будет все нормально сейчас поедем испытывать